Здравствуйте, друзья! Это видео не для начинающих водителей, а для начинающих автоспортсминов, тех, кто участвует в роли 3-й категории, а также в слаломе и автомобоборе. И в первую очередь это видео для мастеров производственного обучения вождению, тех, кто учит водить автомобиль, для инструкторов. А речь пойдет про ручник. Как сделать так, чтобы ручник блокировал задние колеса без видимых усилий на рычаг ручного тормоза? Ни для кого не секрет, что на грандиционной горке ученики применяют немоверные усилия к рычагу ручного тормоза. Было немало случаев, когда рычаг просто вырывали с корнем. Смешно, но это так. Именно такое усилие порой нужно применить, чтобы зафиксировать автомобиль на подъеме, на грани срыва и вырывания рычага. А теперь представьте себе, как надо бедной слабенькой девушке напрячься с огромными усилиями всем телом лечь на этот рычаг, но при этом суверированной точностью работа с педалями сцепления и газа. Всего 1 мм неточности в педали сцепления или газа и автомобиль либо оглохнет, либо скатывается назад. Получается, что мы заведомо ставим перед учеником невыполнимые условия, готовим его к несдаче экзамена. Конечно, можно подготовить автомобиль до идеального состояния, поменять тормозные колодки, поменять тормозные барабаны, тросики, сам рычаг ручного тормоза. Но моя практика показывает, что с хорошо подготовленным автомобилем справляются только мужчины с хорошей физической подготовкой. Девушки опять-таки сталкиваются все с теми же проблемами. В первую очередь это касается советского автопрома. Но есть еще один способ подготовки ручного тормоза к экзамену. Всего несколько минут и эффект феноменальный. Как-то лет 10 назад обсуждали мы эту тему с известным селябинским инструктором Олегом Ивановым. Я ему про возможное внесение изменений в конструкцию ручного тормоза. А он мне, а ты заметил, что в дождь и в сырую погоду ручной тормоз держат гораздо лучше, чем в сухую погоду? Да, говорю, заметил. Действительно, в дождь ручник не просто держит, а со скрипом держит. Вот черт его знает, как тут объяснить. То ли колодки набухают, то ли снимается глянец от заполированных колодок. Вы видели, какие гладкие, почти скользкие бывают колодки, если снять тормозной барабан с рабочего автомобиля. Так можно просто через мойку автомобиль прогонять. Ну и что, перед каждым занятием ехать на мойку? И тут родилась простая идея. Проливать водой только задние колодки. Как? А очень просто. При помощи вот такой вот бутылки. Просверливаем в пробке отверстие ножичком острым. Вставляем трубку от омывателя стекла ВАЗ-2101. Приспособление готово. Ставим автомобиль на ровную поверхность. Ручник, ручный тормоз убираем. Это нужно для того, чтобы колодки были сведены. Это для того, чтобы вода попадала между тормозным барабаном, зазор между тормозным барабаном и колодками. И дальше просто проливаем, попадаем в отверстие барабана нашей трубочкой и проливаем водичкой. Трубочку заводим напротив задней колодки. Теперь вопрос. Где расположены колодки? Значит, наш тормозной цилиндр находится сверху, чуть сзади по ходу движения автомобиля. Значит, колодка задняя начинается где-то в этом месте. То есть, здесь верхний край задней колодки. Передняя колодка находится где-то вот в этом месте. Отсюда и вниз. Теперь вопрос. Какую колодку проливать? Если вы хотите сделать так, чтобы у вас колодка работала на сдерживание автомобиля от скатывания назад, то вам надо проливать заднюю колодку. Именно она заклинивается при движении назад. Тормозной барабан, поворачиваясь назад, именно эту колодку заволакивает. Колодка же, имея жесткую опору снизу, притирается к барабану и несет основную нагрузку при скатывании автомобиля назад. Передняя колодка только лишь прижимается. Но если мы хотим блокировать колеса от проворачивания вперед, а это при спортивном развороте или при сдерживании автомобиля на спуске, то пролить следует переднюю колодку. Она в этом случае будет нести основную нагрузку. Достаточно примерно 150-200 миллилитров на каждую колодку, чтобы получился эффект. Понятно, что эту операцию надо проделать как с правым, задним колесом, так и с левым. Минут через пять попробуйте потренировать автомобиль. Если в автомобиле нет явной неисправности, то эффект будет налицо. В течение целого часа ручник будет в идеальном состоянии. Ручник удерживает автомобиль от скатывания при значительно меньшем усилии на рычаг ручного тормоза, что значительно облегчает процесс выполнения упражнения. Кстати, почему в автомногоборье и с лалами пригодится такой прием, проливка от колодок? Просто с лалами используется спортивный разворот на ручнике. Ну а дальше спортсмены, думаю, додумают сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...